Маленькая Пять Маленькая Пять Мы всегда вам очень рады ждем ваших звонков. Сегодня у меня в студии будут две потрясающие гости. Прямо сейчас я ожидаю талантливую телеведущую, журналиста, общественного деятеля и просто потрясающей красоты девушку. Елена Николаева появится через несколько минут у меня в студии, так что у вас есть пару минут для формулирования ваших вопросов. Я вам поставлю прямо сейчас клип группы Серебро. Не переключайтесь, ведь самое интересное впереди. Для вновь присоединившихся телезрителей, дорогие друзья, я напомню, что вы смотрите прямой эфир программы Маленькая Пятница. Сегодня я с моим потрясающим гостем, красавистом, бесконечным друзья, талантливым журналистом, популярной телеведущей, общественной деятельницей. В общем, талантливой, привлекательной Еленой Николаевой обсуждаем о личном, о жизни, о природе, о погоде. Так что звоните к нам в студию, мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы ваша пятница поскорее настала, с ней долгожданные выходные. В общем, поможем вам скоротать эти серые будни и подарим вам больше праздника. Леночка писала, что я выше ростом даже становлюсь. Леночка, приветствую тебя, потрясающе выглядишь. Вот видишь, ты в красном, блондинка в красном, это всегда просто беспроигрышная. А как хорошо, когда блондинка хвалит блондинку, это еще более беспроигрышная. Я хочу сказать, что сегодня прям в преддверии 8 марта, но до марта еще целый месяц, сегодня только февраль вступил в свои права, но это значит, что весна уже почти рядом. Это месяц надежды. Да. И просто в преддверии дня всех блондинов и блондинок, которые вообще, по-моему, в апреле или в мае. Ну, в общем, у нас очень хорошее настроение, мы надеемся, что зарядим им вас. Так что звоните, очень рады будем вас слышать. Леночка, обычно ты, а у нас звонок. Вот видишь, прям звонок и у нас звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните. Мы очень рады вас слышать. Здравствуйте, меня зовут Илья, я с Приморского края. Хотел бы передать привет Золотухиной и Валентине Витальевне, и сказать, что я очень-очень сильно изблю. Спасибо вам большое. Вот, эфир начинается с приветов. Да, вот, Лен, видишь, мы с тобой людей побуждаем на что-то яркое, светлое, настоящее, на любовь. Скажи, пожалуйста, тебе очень часто задают вопросы. Вернее, ты очень часто задаёшь вопросы, то есть выступаешь как интервьюер. Сегодня вопросы будут задавать тебе, наши телезрители. Вот скажи, в какой роли вообще тебе комфортнее, когда ты спрашиваешь или спрашиваешь тебя? Ну и то, потому что в последнее время и я много задаю вопросов, и мне задают вопросы. Это способ как-то переосмыслить вообще всё, что ты делаешь, потому что сам себе некоторые вопросы не задаешь. То есть мысль может туда и не идти, а тут раз тебя огорошивают, и сидишь, и отвечаешь. Не знаю, мне всё нравится. Мне вообще абсолютно всё нравится. Я настолько получаю удовольствие от жизни, от всего. Откуда у тебя столько энергии? Как ты вот столько делаешь? А я не могу не делать. Я просто наслаждаюсь. Лен, вот знаешь, когда я готовилась к интервью, у тебя такое фундаментальное, глобальное, серьёзное образование. И вот знаешь, вот именно экономист в сфере нефтегазового оборудования и такая красота. Нефтегазовое оборудование. Нет, я поправлю. Я нефтяник, я экономика и управление на нефтегазовом предприятии. Плюс у меня ещё есть MBA сингапурский. Я училась в Сингапуре в бизнесу экономики. На телеведущей я тоже училась у меня красной диплом. Скажи, вот ломать стереотипы для окружающих, то есть внешне потрясающей красоты девушка, хрупкая, безумно красивая блондинка, изнутри настолько сильная, подготовленная. Каково тебе вообще, приходилось ли тебе сложно в жизни доказывать и ломать эти стереотипы внешнего? Ты знаешь, я вот иногда думала, что существует же миф, не миф, не знаю, но мнение о том, что вот вампиров надо убивать серебряными пулями. Мне кажется, эти вампиры сами это и придумали, потому что серебряных пуль мало, да, они не вызывают раздражения, если ей попадут. Но это я так предполагаю. Поэтому мне кажется, миф о том, что блондинки это вот такое, что-то такое эфемерное, придумали сами блондинки, чтобы иметь некое преимущество уже сразу на старте. Потому что мы же не виноваты, что люди нас так воспринимают. Это стереотип, кто придумал этот стереотип? Ну, в общем, моя сегодняшняя героиня ломает все стереотипы. Она не только очень красивая, она и безумно умная женщина. Лена, вот как ты считаешь, мужчины боятся умных женщин? Или вот как относятся, когда не только внешняя привлекательность, но и такой вот ум здравый? Мне кажется, сейчас тренд на ум, вот на умных, именно на умных, не когда она заумная, когда она чему-то там норовоучает. Зачем? Умная женщина, она еще и вот не всегда мудрая. А ум и мудрость, я учусь мудрости, по крайней мере, для общения с мужчинами. Потому что я иногда как приду, как, типа, заражу раз, заражу два, там, три. И мужчина, ну, как-то вот. А сейчас я прихожу, я такая мягкая, аккуратненько все это делаю. Ну, потому что, мне кажется, всех раздражают люди, которые заумные, которые стоят на своем. А уж тем более, когда люди стоят только на своем, и вот они вот как-то вот решили, что это вот так. А вообще ничего в жизни неоднозначного нету. Все очень широко. Умный человек, он даст пространство для мнения. Леночка, вот смотри, вот мы начали с образования. И вот действительно, как после такого фундаментального образования экономиста, все-таки жизнь привела тебя к телевидению? Конечно же, в Википедии все это написано. И во многих твоих интервью ты рассказывала, но, быть может, для наших телезрителей сегодня ты приоткроешь какие-то, может быть, факты, которые я бы хотела рассказать и поведать именно сегодня. Ну, я всегда хотела стать журналистом. Я в детстве, я представляла, я в детстве знала, что моя жизнь будет не то, что с журналистикой связанной, я понимала, что я хочу делать, от чего я получаю кайф. А я получаю кайф от слов, от словосочетаний. Я иногда могу с кем-то беседовать, сорваться, начать в телефон записывать. Человек думает, что я там уже полезла в Инстаграм что-то проверять, а я за ним фразу записываю или мысль. То есть настолько мне вот это все нравится. И когда я решила, что я буду журналистом, это было в девятом классе, когда я это озвучила своей маме, она физико-математик по образованию, мама хлопнула дверь и сказала, что не профессия. Поэтому у меня было два пути. Либо я ухожу из дома, либо я иду в какое-то получать фундаментальное образование с большой точки, с большой буквы образование. Я, кстати, не жалею, что я пошла, получилась, нефть и газу, потому что это делает меня намного более конкурентной на этом рынке, скажем так. Соответственно, после вуза я пошла в газету РБКД или работать, писать про нефть. Про нефть, про самые серьезные темы. Все, собственно, было логично, потому что очень мало людей, которые разбираются в нефти. Они либо там работают, потому что деньги, в общем, там, если ты разбираешься в нефти. Ну, а кто-то вот такой, слишком блондинка, уходит писать о нефти. Леночка, а вот сочетание вот такого действительно глобальных тем политических, тем бизнеса и вот утро. Программу «Утро России» ведет мои потрясающие гости. Практически каждое утро именно эта девушка с одного из центральных каналов нашей страны желает вам счастья, здоровья, хорошего пробуждения, замечательного дня. И я уверена, у многих телезрителей именно от этой улыбки все прекрасно складывается в течение дня. Лен, вот как это сочетание несочетаемое? Вот вообще, знаешь, когда я готовилась и очень тебе сказала в клуарах перед нашим эфиром, я сказала, что очень давно хочу с тобой познакомиться, потому что ты у меня ассоциируешься действительно полное такое, знаешь, сочетание несочетаемого, красота и в то же время внутренний стержень. Нет, не то, что, друзья, я хочу сказать, что многие красивые девушки глупы, но просто Лена меня вызывает отдельное восхищение. И вот утро, и в то же время вот такая бизнес-журналистика, жесткая аналитика. Как это сочетается в тебе? Вот отвечу так. Утро, опять же, принято считать, опять же, какие-то стереотипы, потому что оно такое лая-лая, там какие-то, как сделать цветок из пластиковой бутылки, тут у вас лолынчики, тут у вас еще что-то. Нет, вот у нас утро – это аналитика. Это шоу в стиле инфотейтмент. Это что такое? Даже самый умный человек умеет улыбаться. Даже самому улыбающемуся человеку приходится как-то решать проблемы. Вот у нас утро, оно про это. Мы и улыбаемся, мы и возмущаемся вместе со всей страной над тем, вот что стоит на повестке дня, и зовем лиц, первых лиц этих решений, да, в свою студию, и транслируем мнения и вопросы всей нашей страны, всех жителей нашей страны. И при этом мы где-то посмеемся, где там британские ученые что-то сказали, ну и молодцы, да, ну, как-то это вот весело, серьезно, весело, серьезно. То, что, в общем, должно происходить утром в большой стране. И что мне очень нравится, что программа-то наша самая рейтинговая на телевидении, и вообще из всех возможных утренних программ. Вообще, на самом деле, не только утренних. Вообще, друзья. Мы каждый день получаем рейтинги, там у нас такое оранженькое, желтенькие цвета. Это очень-очень хорошо. И вот такая серьезная программа, когда у тебя в день 4 гостя по совершенно разным темам, которым нужно возразить, при этом это министры, это какие-то чиновники, это какие-то эксперты, которые могут говорить вещи, с которыми ты не согласен. Ты должен иметь в себе знания, а возразить. И возразить грамотно, сказать, а вообще-то вот тут вот так, а вы говорите вот здесь это, а вот посмотрите. То есть очень широкий круг знаний должен быть. И мне мое образование, разумеется, помогает. У нас очень много экономических тем. То есть все сошлось. То есть это не только такое, знаешь, бодрое, веселое, позитивное утро, это еще и умное, разумное утро, которое показывает вам картину дня, друзья. Но я еще пишу уже. Да, вот я пишу про бизнес. Ты прямо сейчас, следующий мой вопрос. Пишешь про бизнес, то есть это действительно серьезная литература, это те печатные издания, которые направлены именно на эту тематику. Лен, вот как ты пришла именно к написанию? Это еще со времен института у тебя. Я сначала через газету РБК Дейли, но туда я пришла со знаниями в области нефти, но с нулевыми знаниями в области журналистики, как писать тексты. Потому что все-таки это тоже мастерство. Очень много типов текстов, заголовков, как это нужно делать. Есть матрицы, которые, собственно, я прочитала одну книжку. Мне не потребовалось проходить пять лет образования в журналистике. Я прочитала книжку, я разобралась, уже пошла дальше на практике это применять. А поскольку я была очень зеленой в области журналистики, мне посоветовали, ты иди пойми, как формируются новости. Потому что я настолько разбиралась в нефти, в газе, в том, что происходит в отрасли, что я иногда не видела новость. Мне говорили, ну вот там договорилась одна компания с другой. Я говорю, ребят, ну они 10 лет ведут переговоры, они даже еще не договорились, это там промежуточный этап, который ни к чему мне говорит, никто кроме тебя это не знает, напиши. Мне посоветовали куда-то идти, учиться, находить новости, вообще формировать новости, видеть новость. Я пошла работать на телевидении деловое корреспондентом. Сначала стажером была полгода, потом корреспондентом. Выросла до собственной рубрики. Эта рубрика стала программой. Когда я уходила с того телеканала, ее повторяли то ли 60, то ли 80 раз в месяц. Все на 20 минут шла. Я пришла в журнал «Эксперт». Вот уже 5 лет пишу в каждом номере истории, успеха российских предпринимателей. Именно таких предпринимателей, вот тренд пошел уже, наверное, тоже лет 5 как раз идет, 6. Новый бизнес. То есть это стартапы, это технологии, это инновации. А сегодня это все, что нас окружает. Тогда слово «стартап» нужно было объяснять. Не в каждой программе. Да что это вообще такое? Вот сейчас уже 5 лет будет в марте этого года, как я об этом пишу в журнале. И выйдет книжка как раз весной этого года, которую я там, как я считаю, что насмотренность на вот эти все проекты позволяет мне некую компоновку создать и написать к ней комментарии и некую такую теорию. Будет очень мотивирующая книжка. Венечка, когда она будет выходить, мы готовы проанонсировать и пригласить ее еще раз на эфир. Об этом поговорим, кстати, более подробно. Как раз вот ты заговорила, что готовишь сейчас вот все свои статьи, собрать в единую книгу. Уже собрала, я уже все написала. Сейчас она в издательстве проходит верстку по договору, они 27 февраля, хорошо, что не 30-го, так, ни о котором не существует. Они сдают мне эту книгу, дальше может там иллюстрация, все. Ну, на весну, по крайней мере, мы это планируем. Я думаю, что книжка понравится, потому что она не будет очень заумной. Чем она хороша? Что в России нет вот такого багажа именно российских примеров, именно с цифрами кейсов, именно с поворотами их судьбы. У нас, собственно, американских полно книг, но у нас другая немножко реальность. И вот этот багаж, на который можно посмотреть и увидеть, что человек вложил в бизнес 30 тысяч рублей стартовых инвестиций. И вот человек, который думает, что это все там за деньги, за миллионы, за связи, все остальное, вот, 30 тысяч человек вложил, другой 20, другой 100. И у него бизнес, да, через какое-то время, через трудности, через слезы, через бессонные ночи, он вышел на какие-то миллионные обороты. Это же классно, это круто, это вот они живые примеры, бери да делай, что-то, какие рецепты. То есть они очень подробные у меня, прям, как они там рекламировались, как, что, какие придумывали себе точки. Да, вот у меня вот ниточка висит здесь, не буду компанию называть. Вот они на этих ниточках, тут одна из этих фенечек, они делают 1 миллион евро в год на этих вот ниточках. У меня есть такой кейс тоже, я рассказываю подробно, как вот они на этом все зарабатывают. Ленечка, вынуждена тебя прервать, потому что у нас висит звонок в прямом эфире. Здравствуйте, мы вас слушаем, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Мария, здравствуйте, Елена Николаевна, да? Николай Иванович, это просто моя фамилия. Николаев, здравствуйте, Елена, здравствуйте, Мария, хотел бы задать вопрос. Вот вы ведущая, актриса, модель, может быть, у вас есть желание запеть, стать певицей? У нас творческая телезрительница, спасибо большое. А как вас зовут, дорогая наша? Ульяна, Ульяна из Москвы. Спасибо вам, Ульяна, мы ответили на ваш вопрос. Ульяна, да, отвечу так, актриса, модель, почему-то, наверное, это пишут в Википедии, меня так везде представляют. Нет, когда я училась в нефтегазовом, мне нужны были карманные расходы, так получилось, да, кто-то где-то в офисе работает, а я вот встретила скаута модельного агентства, и я пока училась, я снялась, наверное, где-то в 40 рекламных роликах. Ну, красивую девушку у нас всегда, а сразу сбежит вот такой вот модель. У меня еще типажное такое лицо, у меня еще совсем белые волосы были, то есть я так сильно выделялась, и щечки, которые все режиссеры любили, я их всегда очень не любила, вот это вот, оно ушло потом, конечно, со временем, вот. Петь я пошла даже учиться летом петь. Значит, все-таки в тему на вопрос. Ну, то есть это не то, что я прям намерена где-то со сцены выступать и петь, нет, ну, просто я даже в караоке стеснялась петь, ну, то есть, ну, стеснялась. Просто не скажу, что я плохо пою, у меня чистый голос, я понимаю ноты, но когда я пела в детстве, никто особо не восхищался, то есть много чем во мне восхищались, но когда я пела, все как-то, как-то прятали глаза, из чего я навсегда сделала вывод, что, наверное, это не мое. Но я пошла учиться, то есть раскрыть голос, это и для голоса полезно, потому что я все-таки работаю в эфире, и когда ты какую-то информацию долго рассказываешь, вот это, если ты будешь дышать, там, что, это некрасиво, зрителю это будет неприятно для ушей, поэтому нужно как-то вот иметь очень большой запас, да, поэтому я ушла учиться петь, ну, и где-то я пела, я посол доброй воли на Тайване, я там пела китайские песни перед, с большой сцены, там, по две тысячи человек сидели, потом аплодировали, но мне кажется, они аплодировали просто потому, что я блондинка, и потому что я пою на китайском, вот поэтому нет, больших планов нет, конечно. Друзья, мы прервемся на несколько минут, поставим музыкальный клип для вас, а после него встречаемся и продолжаем общение, не переключайтесь, самое интересное, с этим. Друзья, спасибо, что смотрите телеканал «Хорошего настроения», в прямом эфире программа «Маленькая пятница», и мы общаемся с потрясающей Еленой Николаевой, телеведущей, журналисткой, очень красивой, талантливой. Звоните к нам в студию, телефон 276-2949, код Москвы, 495, мы ждем ваших звонков. Леночка, вот, кстати, говорили сейчас о бизнесе, ты показала вот украшения, я просто вижу вблизи, что много украшений, вообще вот это что-то значит. Суеверна ли ты? Нет, я суеверна, если мне это удобно, то есть если я, у меня черная кошка переходит дорогу, я иду с пакетами, я не буду идти другим путем, я пойду там, где иду, вот. Но эти штучки просто как-то так сложилось, одна появилась, потом вторая, они просто всего мира. То есть все равно как что-то напоминают, да? Да, мне очень понравилась концепция, по которой, собственно, вот эти ребята, о которых я говорила, что они на миллион евро продают вот ниточку, это одна из них всего лишь, они заходили с того, что вот люди делают татуировки, они что-то к себе хотят навсегда, какой-то символ приклеить. Ну, как правило, это какой-то символ такой философский, ну, дачу. Вот можно не делать татуировки, да, и повесить себе вот такие штуки, я их никогда не снимаю, но здесь вот есть все, там вот из Сингапура, Сингапура, четырехлистник, это моя подруга сделала знак бесконечности, она ювелир известный, вот мне подарила волха. Это вот, соответственно, сердечко от вот этой компании, нельзя, можно вас называть или нет. Подкова, это из Тайваня, это четырехлистник тоже откуда-то, это вообще Лунархэ, это Лунархэ, это по Борхесу, персонаж Борхеса, это заяц, который пожертвовал себя Будди, Будда был голоден, заяц прыгнул в огонь, чтобы накормить Будду, и за это Будда отправила его на Луну, это вот как легенда такая, и он вот в ступе сидит и толчет этот заяц на Луне, зелье, которое, бессмертие, которое дает избранному. Ну, красиво, да, и вот у меня этот заяц, заяц у меня вот здесь тоже висит. Линочка, на тебя они действительно очень идут и вот, знаешь, как бы сочетаются с твоим образом. Скажи, пожалуйста, вот мы сейчас говорили о бизнесе, ты рассказала, что вот ребята, о которых Лена описывает в своей книге, ну, уже ребятами, наверное, не назовешь, компанией, которая выпускает украшения на руку, вроде бы небольшая ниточка, а продают оборотом миллион в год, друзья. Миллион евро они зарабатывают на это, не миллион вот этих штучек, это гораздо больше, да. Миллион евро, да, именно бюджет годовой. И, Линочка, вот скажи, то есть ты знаешь о бизнесе, можно уже выразиться, наверное, все и даже больше. Не все и больше, а я знаю, что это, я прям почувствовала свою мысль в воздухе, да, не хочу ли я его начать. Скажу так, мне нравится то, чем я занимаюсь, да, это приносит гораздо меньше денег, нежели я бы там зарабатывала их в бизнесе. И в 2014 году, ноябрь, я сидела и думала, надо взять франшизу на кофе, сидела я с кофе в руках и думала, как много я трачу денег на кофе, надо это прекратить, а потом подумала, что надо взять франшизу, раз это так популярно, и сейчас наша страна выходит на потребление кофе там просто какими-то гигантскими темпами опережающими, то есть вкус появляется, мы распробовали вот это все. И сидела я, это был 2014 год, я напомню, когда у нас рубль, вот это вот все скакало, рубль был отпущен Центробанком как раз в ноябре того года, и я думаю, надо взять франшизу. И потом увидела, что курс, поскольку я в экономике тоже разбираюсь и немножко их ловлю, эти курсы, я пошла, купила, продала, купила, продала, и за два месяца заработала гораздо больше, чем я бы на франшизе заработала за полтора года. Да. Я подумала, что, ну, может быть, это знак, может быть, не сейчас, может быть, потом. Просто франшиза чем хороша, ты не так много думаешь, ты не запускаешь, вот у тебя все есть, все поставщики есть, ты просто открываешь точку, да, и какие-то, конечно, инвестиции первые делаешь, ну и дальше следишь за тем, чтобы твои лично сотрудники у тебя там не воровали и работали эффективно. Ну, то есть все-таки мысль о том, что, чтобы когда-то что-то закостить свое было, и иногда тебя посещают. Иногда посещают. Ну, это приятно иметь, и потом своя точка с кофе, это так прекрасно. Ну, я не говорю, что это, я хотела ресторан, я хотела просто кофе-точку там метр на два, да, где-нибудь в проходном месте, но это, кстати, безумных денег стоит такая точка, там не может доходить аренда до миллиона в месяц, если это где-нибудь на Тверской, вот как я все на ту смотрела, я даже стояла, считала, у меня там около дома точка, я стояла, считала, сколько они продают за 10 минут кофе-стаканчиков, что в нагрузку идет там, что дополняет чек, ну, то есть это все. Ну, я провела в пример ниточки, потому что это, конечно, такая тема, ну, по фану, да, что все-все это понимают, вот ниточки, вот кофе, у меня, естественно, там очень сложные проекты, они в нефтянке стартап у нас работают, у нас и на госпредприятиях заходят, маленькие совсем стартапчики с какой-то услугой, с какой-то программой, с каким-то софтом, который, собственно, помогает наладить эффективность на предприятиях, то есть очень-очень много всего. Леночка, ты человек, который постоянно развивается, то есть ты идешь вот по лестнице развития, и мне кажется, ты ставишься к себе максимальной цели, и самое приятное, что ты их добиваешься. Вот скажи, уже цель, которую ты достигла, она глобально высока. Какие цели вот ты ставишь себе в этом году, к чему еще стремишься в профессиональном, может быть, личном плане? Ну, в этом году мне есть, на самом деле, куда расти, я ушла с телеканала, я не знаю, можно называть экономические РБК, я тоже там вела деловое утро, года три, по-моему, и вот мне начал сниться постоянно сон, что я упираюсь в потолки, я настолько уже не знала, куда там развиваться, хотя мне там и программу подтвердили, но почему-то вот я в этот бок не пошла, программы. И мне постоянно снился сон, как в тех фильмах, когда идет, значит, пытка, и комната заполняется водой с людьми, и вот они уже до потолка вода, и там остается последняя прослойка воздуха, и они вот ее это, и вдруг открывается форточка, или еще что-то случается, и я вот постоянно просыпалась вот от этого сна, что у меня осталась последняя прослойка воздуха, и я вижу где-то форточку, вот, и я поэтому ушла, потому что, ну, как такой вот несгораемый уровень произошел, дальше надо расти дальше, развиваться, эволюционировать, сейчас мне есть куда расти, то есть совершенствовать навыки, прокачивать навыки. Я вижу, насколько просто важно все, что мы поднимаем в свое обсуждение, потому что, поскольку большой рейтинг у нас еще смотрит в правительстве, и мы видим просто мгновенную практически реакцию чуть ли не на следующий день. То есть к вам прислушивается, это важно, это основная миссия журналистики. Это да, это вот для меня это безумно важно, и я вот вижу, я вижу, как это работает. Я вижу, что человек где-нибудь там в регионе, да даже в Москве, ну, даже я вот просто не могу докричаться до министра, если я просто человек, а если я выхожу на трибуну, и я собираю мнение со всей страны, и ему говорю, вот, пожалуйста, вот я пронесла это мнение, передала, то есть, и дальше он реагирует. У нас сейчас очень, у нас сейчас много толковых ребят, на самом деле, в правительстве, то есть дураков, подлецов там вот точно нет. В сумме, конечно, все эти ребята не всегда дают нужный результат, но каждый в отдельности, в общем-то, неплохо, до них можно достучаться. Почему я еще спросила о планах на будущее? Мне кажется, что вот действительно ты настолько много коммуникаций проводишь именно с правительственной средой, не видишь ли ты себя в этой сфере? Вижу, вижу, лет через 15, причем я это все в детстве себе продумывала. У тебя уже все нарисовано есть. У меня все в голове, просто, когда ты понимаешь, куда ты идешь, ты так и строишь свою жизнь. То есть у меня нет скелета в шкафу, я нигде не снималась обнаженной, то есть не будет ничего, когда я стану чиновником, и мне будет лет 60, и я буду такой убеленной с сединами, возможно, или 70, и буду чиновником, буду стараться что-то сделать для людей, кто-то достанет мои обнаженные фотографии. Такого не будет. Потому что я не оставляю вот этих следов сзади себя. Когда ты знаешь, куда идешь, вся жизнь, она старается тебе помочь. Жизнь любит людей, которые знают, что они хотят. Мне так кажется. Ну, знаешь, сейчас тенденция очень меняется, и в той же госдуме очень много молодых, даже наших ровесниц. Меня звали в этот... Не хотела ли бы ты прямо сейчас не ждать этих 15 лет? Звали, вот когда был, соответственно... Набор. Да, голосование, только набор голосования, все-таки это же депутаты. Конечно. Мне предлагали пойти, но не сейчас. Сейчас я могу сделать гораздо больше в той точке, в которой я нахожусь. Естественно, я хочу очень много сделать, причем для стороны... То есть у меня деньги для меня не мотиваторы, это очень хорошо. Я сама с собой тоже села, поговорила, да, это очень хорошо. Я считаю, что у меня, ну, вот нутро такое, потому что, ну, если бы было по-другому, ну, это данность. Вот у меня есть желание, чтобы вот человек вставал и улыбался просто потому, что он себя реализовал. Я хочу, чтобы страна была, страна реализованных возможностей. А у нас у каждого много возможностей, много желаний, чтобы мы не боялись хотеть, и мы знали, что мы можем это реализовать. Вот я хочу вот такую страну создавать. Не только я, естественно, одна, но у нас очень много людей, я думаю, которые хотят именно в такой стране жить, развиваться. Но сейчас я могу больше сделать на этой точке, в которой я нахожусь. Тогда остаемся здесь и сейчас в нашей студии, друзья, и мы ждем ваших звонков. Леночка, пока вопрос также от меня. Вот скажи, пожалуйста, мир телевидения, он непростой. Я думаю, что Елена это знает, и я могу подтвердить. Вот как ты считаешь, что такой вопрос, женская дружба существует, и веришь ли ты в нее? Есть ли у тебя действительно коллеги, подруги в области телевидения? Как раз-таки подруги, которые у меня сейчас есть, именно лучшие, они сложились исторически, вместе когда-то где-то работали, сохранили свою дружбу. Вот есть подруга Маша Фролова, она ведет на радио сейчас программу. У меня есть подруга Ира Россиус, она ведет в Вести на телеканале, тоже в моем. Причем мы с ним познакомились, с ней через Фейсбук, друг другу написали комплимент. Дальше встретились как-то в гримерке, встретились за бокалом такого чего-то приятного. Да, и все, и наша дружба началась, и мы там, может быть, редко видимся в селу работы, но мы всегда знаем, что мы друг у друга есть, так же, как вот там с другой моей подругой. Так что мы верим в женскую дружбу, друзья. Если вы светлый человек, то и вас будут окружать подобные люди. Это наше мнение с Еленой. Прямо сейчас поставим вам. Для вас клип потрясающей молодой певицы Даяны Брют в небо. После него встречаемся и продолжаем общение. Дорогие друзья, вы в прямом эфире на телеканале Юморбокс, на канале Хорошее настроение. И это Хорошее настроение сегодня с удовольствием вам дарим мы. Мария Ост, Елена Николаев в прямом эфире. Звоните к нам по телефону, который вы видите в верхнем углу экрана. А я повторю, 276-29-49, код Москвы-495. Звоните и задавайте вопрос популярной телеведущей, любимицы, многих миллионов сограждан нашей страны, журналистки, талантливой, обаятельной и привлекательной Елене Николаеве. Мы очень рады вас слышать. Леночка, вот хотелось еще спросить. Сегодня говорили много о бизнесе. Эта девушка о бизнесе знает все и даже больше. Скоро выйдет ее авторская книга. И мы обязательно расскажем об этом еще, я уверена. И вы можете там прочесть самые полезные секреты, о которых вы можете узнать только в этом издании. Там укол мотивации еще, причем не такой, который ты вот замотивированный, остаешься на диване лежать, а вот реально хочется что-то делать. Потому что я потом перечитала то, что я написала, там пару глав даже я перечитала. Я обычно пишу и отправляю, не читаю, потому что у меня такой метод. А потом перечитала, думаю, прям хочется делать, делать, делать. И делать будем, и делать только положительное. Друзья, мы вам этого искренне желаем и мотивируем вас на это. Леночка, вот смотри, по долгу службы можно так выразиться. Ты общаешься так же, когда ты пишешь в бизнесах, зданиях с многими мужчинами. Во-первых, как тебе общаться? Легко ли тебе так же, как может быть, с девушками или с кем тебе проще? Вот, например, если ты берешь интервью. Или вообще без разницы. Это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса, вот расскажи, ведь поклонников миллионы. Как телезрители экрана и поклонников миллионы. Вот как выбрать того единственного, уникального, неповторимого, а может быть, выбор уже сделала? Я не знаю. Я не знаю, как выбрать. Так же, как все женщины в этой стране, я не знаю. Вот говорят, статистика, там сейчас оказывается 46% мужчин, ну, соответственно, женщин больше. Но вот я когда с позиции смотрю, девушка, которая не замужем, у меня сейчас парня нет, я смотрю на вот всю ситуацию, я думаю, что... Лен, подожди, вот это надо говорить так, друзья, вы вообще понимаете, какой эксклюзив сейчас только что? Мы слышали удивы просто, потрясающие девушки, в которые влюблено полстраны, а может быть, больше. Мужчины смотрят «Утро во многом» благодаря тому, чтобы увидеть эту прекрасную блондинку. И вот она сейчас так тихонько сказала, но я как журналист сразу эту цепанула, нет парня, вот вы понимаете? У меня память, ты же перед этим-то рассказала, книга выходит, программу ведет, пишет в двух изданиях радио. Я чувствую, конечно, парень бы все равно вписался бы во все это, но просто так сложилось. Ну вот был, 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 другой был, еще был, а вот сейчас просто, ну, нет. Значит, будет. Нет, в самое ближайшее время. Это разумеется, это разумеется, что это будет. Леночка, ну а входит ли в твой вот такой глобальный график, в котором действительно все расписано, порой даже не по часам и по минутам, а вообще любовь, создание семьи? Я недавно летом этого года поняла, что готова. То есть, нужно вопрос, мы о нем прямо сейчас поговорим, после того, как ответим нашему телезрителю или телезрительнице в прямом эфире. Здравствуйте, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните? Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я звоню из города Санкт-Петербург. Здравствуйте, северная столица, привет. Спасибо большое. Я хотела задать вопрос Елене. Соблюдает ли она какую-то диету, чтобы быть в такой прекрасной форме, и какую кухню предпочитает? Спасибо вам большое. Так, с диетой. Не только я комплименты тебе сегодня раздаю. Да, расскажу, да, у меня действительно, я вот наслаждаюсь, когда у меня вот такое вот все худенькое, я же иногда тоже бывает после Нового года. Да ладно, Лена, вы не скромничаете. Вы видели бы меня, когда я пришла 10-го на эфир. Мне казалось, что у меня щеки не влезают в камеру. Я страдала ужасно. Мне кажется, ты вообще не склонна вот к полноте, мне кажется, у тебя такая институция, но очень красивая. Я рассказываю подробно. На самом деле, я не ем после 6-ти, причем, правда, не ем, даже на Новый год, даже на праздники, свадьбы, дни рождения, я не ем после 6-ти. Мне повезло, я не люблю сладкое, у меня в детстве была аллергия, и мне не давали сладкое, у меня не возникло вкусовой привычки, я равнодушна. В одном из интервью я прочла, что ты мясоед. Я мясоед абсолютный, предпочту стейк вообще всему, но стейк именно, то есть вот я люблю вот такой тип мяса, не вареное. Похоже, стейк, это все сладкое нет никогда. Да, и я не совмещаю, вот главный принцип, не ем после 6-ти, не ем сладкое, не совмещаю в тарелке, соответственно, белки вот такие вот конкретные, как мясо, да, и углеводы. То есть я не беру гарнир. И утро я начинаю всегда с завтрака. Ну, я голодной просыпаюсь. Завтрак у меня, я достаточно консервативный человек, я не люблю думать, вот что приготовить, у меня есть три вида завтрака, этим обычно всегда забить мой холодильник, чтобы на любой из трех видов хватало мне. Ну, начинаю я завтрак с того, что я выпиваю стакан теплой воды, это очень, это прямо очень полезно. Да, дорогие, перезидетьте, вот прямой совет вам, Елена Николаевна, то есть кипяченая вода? Ну, да, у меня, конечно, она кипяченая вода, теплая кипяченая вода, стакан, стакан, стакан с утра, еще очень полезно ложку льняного семени, он тоже как-то что-то там, какие-то безумное количество полезных свойств его приписывают. Ну и, соответственно, завтрак у меня это авокадо, помидоры, огурцы, у меня все не обработано, у меня дома нет плиты. Нет плиты, я прочла, нет телевизора. Нет телевизора, нет плиты. Это уникальная девушка, друзья. Да, вот нет плиты, это, наверное, более уникальная вещь, потому что телевизор, ну, как у всех, есть, наверное, плазма, которой ты подключаешь интернет, смотришь фильмы, сериалы и все остальное через интернет. То есть, когда мне надо посмотреть телевизор, я захожу и через интернет, это у меня все, естественно, выводится. Вот, вот такой у меня завтрак. Леночка, а до звонка нашей телевизора, а еще она спросила про любимую кухню. Любимая кухня мира, я так понимаю. Кухня по месту всегда. Вот я приеду в Пермь, я буду есть то, что там местное, приеду в Якутск, я буду есть то, что там местное. Ну, то есть это, потому что если якутскую кухню принести сюда, она слишком жирная, здесь ты ее есть не будешь. Я приеду на Тайвань, я буду есть там местную кухню, то есть куда-то в Европу кухню местности. Так, здесь, ну, наверное, это европейская все-таки кухня в Москве, да. Ну, салатова дома, авокадо, помидоры, ну, европейская, наверное. Леночка, перед звонком нашей телевизорительницы очень интересная у нас была тема и важная. Про семью. А вот, может, многие мужчины сейчас прильнули к экрану телевизоров. Ну, они сейчас скажут, у меня нет плиты, сразу половина пошла заниматься своими делами. Друзья, может быть, это порой плюс, так сказать, чем... Леночка, ну вот по поводу, вот, есть ли все-таки в мыслях именно создание... Летом поняла, что я готова, ну, как вот сам факт, что... Потому что я всегда представляла, вот это же хочется раз и навсегда, ну, хочется. Ну, никто не будет выходить замуж, чтобы развестись, если это не короткий интерес. Если это надо, да. Да, да. И я вот всегда не представляла, как всю жизнь это очень долго, это очень-очень долго для одной любви, для одного человека хочется как-то вот больше испытать разных оттенков чувства. Сейчас я летом поняла, что я готова, я готова к семье, к детям, готова, да. Друзья, ну, это самое главное. Леночка, помимо того, что ты разносторонний в своих профессиональных интересах, ты очень разносторонний человек в своих хобби. Рыбалка, яхтинг, это лишь два ярких представителя того, чем ты любишь заниматься. Вот расскажи, пожалуйста, как ты отдыхаешь, вот именно когда в свободное от работы время? Ну, такого у меня нет. Свободного от работы даже на рыбалке я срываюсь и что-то записываю, у меня всегда с собой ручка и бумажка смятая, я всегда какую-то идею записываю. У меня нечасто выпадает, чтобы четыре дня была подряд, на рыбалку все-таки иметь смысл, это же не где-то в Подмосковье ты там таскаешь этих самов, всех больших еще, когда ты куда-то в Астрахань едешь, там, это как минимум, ну, надо дня четыре заложить. Вот как ты полюбила, вот девушка и рыбалка? Ну, так получилось, что моя компания рыбачила, и, соответственно, я с ними поехала, но это же большое удовольствие, это, на самом деле, психология ловли чего-либо наглядно, потому что щуку, чтобы поймать, нужно одну наживочку посадить, нужно одну проводочку сделать, чтобы поймать сама другое, все совсем жерех, там, вообще по дну стучать железками, вот. И ты видишь, как это работает, как вот фраза, да, Дейла Карнеги, что я люблю клубнику со сливками, а рыба любит червей, поэтому, когда я иду на рыбалку, я беру червей, это вот, собственно, ты просто видишь наглядно, как это работает, это же и в жизни тоже потом применяется. Применяешь ли ты эту ловлю? Я всегда, конечно, ну, слушайте, я же журналист, я, у меня настолько вот это вот все со всех сторон развито, ну, конечно, я буду скрывать бессмысленно. Яхтинг, именно вот кататься, смотреть или именно это с точки зрения? Я катаюсь, я катаюсь, смотреть, я вот не понимаю, я не понимаю, когда люди смотрят футбол, мне нравится футбол, но не понимаю, как можно сидеть и смотреть с другими людьми, которые кайфуют там на поле, получают шестизначную сумму, да, за это, а ты просто сидишь. Нет, естественно, я должна во всем участвовать. Яхтинг у меня начался даже не минувшим летом, а два года назад, я все время на моторной лодке ходила, а эти парусники, они нам все время досаждали, они как-то, потому что они главные, поскольку у них ветер, у них нет мотора, и ты должен им всегда уступать дорогу, как-то забавлять скорость, раздражали страшно. А потом я попробовала сама, это совсем в другом мире, вот этот парус, он бьется, ты его постоянно ловишь ветер, а когда ты ловишь ветер, это же вообще-то, ты ловишь вот этим вот своим куском ткани ветер, и он тебя дальше двигает, ну, для меня это до сих пор какое-то такое сумасшествие, которым ты все-таки овладела. Да, да, владела, но это очень хороший спорт, я спортом не особо занимаюсь, я предпочитаю не очень много есть, я очень много трачу энергии, я даже уже сколько взмахов рук сделала, мне кажется, свой утренний авокадо я уже успела растратить этими жестами, а яхтинг, ты все-таки, ты выходишь, у тебя болят все мышцы, потому что там надо перекатываться в этой лодке, напряжение руки, да, еще внутренний мозг работает, как это все, как волну поймать, как ветер, это точно. И погоду поймать. Друзья, мы желаем вам солнечного дня, прекрасного настроения, а прямо сейчас послушаем песню Макса Барских «Туманы». С вами также вас ожидают подводные тоннели, водопады, открытые аквариумы, экспозиции в океанариуме, выполненные в стилистике индейцев Южной Америки и потрясают своей красотой. Приходите, будет интересно. А мы продолжаем увлекательную и интересную беседу с моей сегодняшней потрясающей гостьей, журналисткой, популярной телеведущей Еленой Николаевой. У вас есть еще пара минут, чтобы задать свои вопросы по телефону 276-2949-Москвы-495. А пока такой возможностью воспользуюсь я. Лен, ты знаешь, у нас очень молодая аудитория и смотрит много девочек, которые, быть может, только мечтают приехать в Москву, найти себя, построить головокружительную карьеру, ну вот, глядя на тебя. И вот, быть может, какой-то практический совет можешь дать ты. Я знаю, что ты тот человек, который не можешь говорить «Верьте в себя, и у вас все получится». А вот именно, знаешь, каких-то больше практических навыков, если можно специально тебя. Начну я примерно из разряда «Верьте в себя». Да, не верьте никому, скажу только я, людям, которые говорят вам, что где-то там все за деньги, за связи. Да, такие, конечно, люди есть, есть дочки, есть жены. Это все понятно. Но есть вы, если вы считаете, что вы готовы стать и трудиться на то, чтобы стать компетентным человеком, профессионалом, идите. Но не идите вы сразу, не надо сразу претендовать на мое место в программе «Утро России», например. Это не сразу, если бы я пришла туда лет, если бы я туда пришла лет пять назад, когда я только начинала свою карьеру на телевидении, как телеведущая, когда я не понимала, вот где темные зоны, куда можно, куда нельзя, а это можно, оказывается, делать в эфире. Ну, это, я бы там не справилась, потому что это уже самый высокий уровень. Начинайте с того, что вы придете стажером, соглашайтесь на стажера, ну, просто отдавайте себе отчет, вы пока не знаете ничего. Вы пока ноль с амбициями, что уже делает вас с палочкой, да, перед нулем. Вот, но идите стажером, ну, учитесь у всех всему, спрашивайте у всех, что как. Ну, не надо сразу, вот мне очень много девочек в Инстаграм пишут, как мне стать телеведущей на вашем канале. Да, телеканал «Россия» — это верх, ну, ты приходишь на федеральный канал такого уровня, это верх. Ну, да, если, может быть, ты жена, там, это, может быть, как-то у тебя скрасится, скостятся этажи какие-то, но проще все-таки не идти профессионально. Вот, я могу только про свой путь сказать. Стажер, корреспондент, автор рубрики, я просто заметила тренд и стала вот новый бизнес предлагать, там, как-то это вот все пошло, дальше рубрика пятиминутная, шестиминутная выросла до 21 минуты, и, соответственно, это потом мы много снимали, повторяли, и я, собственно, на этом очень сильно выехала. То есть одна из моих частей, что вот я поехала по бизнесу, да. То есть идите, вот сначала умерьте все свои амбиции, держите в голове, кем вы хотите стать, идите. Но не кем-то вот конкретным, я вот хочу конкретно на его место. Вам место жизнь найдет. Просто идите, знаешь, чего вы хотите. Друзья, я добавлю, трудитесь и учитесь, потому что мои сегодняшние гости — человек бесконечно умный, получивший фундаментальное, сложнейшее глобальное образование, и это не значит, что учеба — это лишь курсы телеведущих, которые очень многие заканчивают и потом хотят считать себя таковыми. За словом, телеведущие должно скрываться глобальное знание в разносторонних вопросах, вы должны ориентироваться во всем, поэтому наш сегодняшний совет для вас — учитесь и трудитесь, и у вас все обязательно получится. Леночка, мне хочется спросить у тебя, потому что это наша сегодняшняя первая встреча, но я надеюсь, что с этой встречи мы продолжим наше общение, общение с нашими телезрителями. Мне хочется сейчас, знаешь, для истории, потому что ты уникальная девушка, и все у тебя получится, и это даже тот вроде бы уже большой карьерный рост, я уверена, для твоей личности это только еще старт к чему-то еще более глобальному. Скажи, пожалуйста, Елена Николаева через 10 лет — это? Так-так-так-так-так, 41 мне будет тогда, я просто посчитала, там у меня шкала. Жизнь только начинается в известном фильме. Ну, я предполагаю, я надеюсь, что у меня будет трое детей к этому моменту, я бы хотела, да, но эту часть я как-то не планирую. Как можно планировать семью? Это не мое, это как-то вот сама должна, магия какая-то должна случиться, это все сложится. Я прямо в лучшем светлой студии. Давайте притягиваем магию. Я не знаю такого семейного, но в Карелии, я думаю, я буду такой же активной, я связываю свою жизнь абсолютно с Россией, то есть я думаю, что я буду в этой стране, и буду заниматься какими-то вещами, которые идут на благо этой страны. Ну, и я еще в то время, я думаю, я буду на телевидении, ну, по крайней мере, это вот мой план такой. Но это же не только на телевидении. У меня сейчас пять проектов, да, меня связывают с телевидением, потому что там вот есть имя, фамилия, плюс, ну, люди понимают, как человек выглядит. Там человек на радио, медийный голос, да. Да, но вшире у меня, ну, конечно, оно развитие идет, даже общественная деятельность, она не мешает тому, что ты настаешься на телевидении 24 часа же в сутках. А у этой девушки, я думаю, что этого времени больше, потому что она успевает все, в том числе каждое практически утро, встречать со всей страной, улыбаться и заряжать вас позитивно. Друзья, сегодня в гостях у меня была потрясающая телеведущая, журналистка, общественный деятель, красавица Елена Николаева. Она подарила сегодня заряд бодрости и вам, телезрителям телеканала Юморбокс. Мы не прощаемся, увидимся обязательно в следующих программах, следите за эфирами. А Леночку мы сейчас отпускаем, смотрите вы музыкальное видео, а после этого встречаем второй гостя, не переключайтесь. Дорогие друзья, мы в прямом эфире на телеканале Юморбокс, на канале Хорошего Настроения. Ко мне присоединилась моя вторая гостья, молодая, талантливая певица Диана Ди. У нас сегодня в гостях, мы будем смотреть в скором времени ее видеоклипы, рассуждать о ее творчестве. Так что вы можете позвонить в прямой эфир по телефону 276-29-49, код Москвы-495 и задать любой интересующий вас вопрос Диане. Мы очень рады будем вас слышать, ждем ваших звонков. Дианочка, приветствую тебя, потрясающе выглядишь, такая яркая, с обильным розовым, знаешь, уже в тематике предстоящего Дня Святого Валентина. Готовишься ли ты к этому празднику? Ну, конечно, я готовлюсь к этому празднику, праздник любви, замечательного настроения и, по-моему, уже появляется весеннее настроение именно благодаря этому празднику. Ну, пока 1 февраля, друзья, и поговорим о начале этого третьего зимнего месяца. Скажи, пожалуйста, на каких ближайших концертных площадках мы можем увидеть тебя? Вот, мы как раз сегодня хотим поделиться со всеми, что мы готовимся к большому очень мероприятию Big Love Show 2017, которое пройдет в Москве в Олимпийском 11 февраля. Накануне того самого прекрасного праздника всех влюбленных. Да, и посвящен этому дню, где мы будем выступать с нашей песней Love. Которую мы, кстати, друзья, очень в скором времени увидим. А пока, Диана, смотри, готовилась к нашей программе, есть информация о тебе, но интервью ты даешь не так уж часто, поэтому сегодня эксклюзив для телезрителей телеканала Юмор Бокс. Расскажи, пожалуйста, как началась твоя сольная карьера, как ты вообще пришла к тому, чтобы начать петь, и что уникального в твоем творчестве? Потому что, ну, у нас сейчас переизбыток талантливых людей на эстраде. Вот, что зритель увидит именно в твоих песнях, в твоих клипах? Вы знаете, я, можно, не соглашусь, я не считаю, что переизбыток у нас талантливых людей, мне кажется, можно еще больше и нужно, и это же прекрасно создавать новую музыку, что угодно, создавать новое, творить. Я, собственно, занимаюсь, только начинаю свой путь, и к этому пришла, наверное, благодаря, не знаю, внутренним ощущениям, так уж сложилась моя жизнь, что, в принципе, я всегда была близка к творчеству, все началось у меня именно с танцевальной моей карьеры. Потом это переросло уже, я начала писать стихи, и только после этого я начала уже писать песни уже с музыкой. И когда уже поняла, что хочу исполнять свои песни, я начала заниматься вокалом, что и делаю по сей день, ежедневно, и занимаюсь, беру уроки у разных преподавателей. Вот, и, собственно, так я и расту понемножечку, и хочу, наверное, просто я в жизни люблю экспериментировать и искать что-то новое, искать новые стили, пробовать, мешать, создавать. И в конце, ну, как бы, моя цель, она очень простая, поделиться, наверное, своей историей с людьми и найти сторонников. А расскажи нам тогда поподробнее о твоей истории, где ты родилась, какое образование получила, это правда очень интересно и важно. Я родилась в Алтайском крае, город Барнаул, замечательное место, всем советую посетить, замечательная природа, горный Алтай, прекрасный воздух. Воздух какой, друзья. Воздух, экология, обязательно нужно посещать, брать палатки, то есть именно такой туристический совершить трип. Вот, что еще могу сказать? А, закончила, я еще не закончила, только что сегодня, кстати, я прилетела, сессию закрыла, четвертый курс. Поздравляем тебя, ты такая умочка. Много пятерок, четверок. Пятерки, четверки, все в меру. Где ты сейчас учишься? Я заканчиваю Алтайский государственный университет, факультет экономики. Экономика? Да, экономика. Но в то же время, скоро мы увидим Диану на биглав-шоу. Как это сочетается? Такое стандартное математическое, в смысле, глобальное математическое образование, экономическое, и сольная карьера певицы. Это экономика, это экономика, это то, что, пожалуй, наверное, нужно, а все-таки душа моя, это песни, это музыка, это творчество. Поэтому это очень легко все совместить, и, слава богу, меня поддерживают мои родители, мои близкие люди. Сколько лет ты поешь? Пою я, ну, я начала петь в детстве еще в школе, то есть какие-то вот эти сценки, поэтому, наверное, детство, всю жизнь, как все дети, мне кажется, это абсолютно нормально. А когда ты поняла, что это не просто увлечение, а что это становится вообще частью тебя, и что ты хочешь превратить это в то, чем будешь заниматься, хотелось бы, всю жизнь? Наверное, это произошло после мероприятия, которое было как раз-таки недалеко от места, где я родилась, в Верхопской. Это было мероприятие, посвящено Михаилу Людакимову. Может быть, вы слышали, что ежегодно происходят такие фестивали. И был конкурс народного творчества, на котором я, собственно, победила со своей авторской песней. И вот, наверное, это была такая точка отчета для меня, когда я поняла, что люди воспринимают мою музыку, значит, есть для кого это делать, есть для кого творить, создавать, и я могу этим заниматься. Поэтому вот, наверное, так. Давай прямо сейчас познакомим телезрителей нашего телеканала с твоим творчеством и покажем видеоклип на песню «Лав». Смотрим. Дорогие друзья, мы в прямом эфире, заряжаем вас хорошим настроением и делимся качественной музыкой отечественного производства. Только что вы смотрели клип певицы Дианы Ди, который называется «Лав». Это потрясающая девушка. Сегодня у меня в гостях. Мы говорим о ее творчестве, и у вас есть уникальная возможность спросить ее любой интересующий вас вопрос. Телефон прямого эфира наверху телевизионных экранов, но я повторюсь, 276-2949, Котла-Сту, 495, полите. Дианочка, это был твой дебютный клип или один из первых, вот «Лав» написала? Нет, это, кстати, наш последний, наверное, клип, который мы презентовали. А, то есть это вот сейчас свежий прям самый свежачок. Скажи, пожалуйста, песню, песни пишешь самам, покупаешь, вот как у тебя происходит вот это творчество? Песни пишу сама, но песня «Лав» написана не мной, просто я влюбилась в эту песню и, наверное, не смогла. Мне дали ее послушать, я поняла, что мне бы хотелось попробовать ее исполнить. И вот вроде как-то получилось это сделать, а вообще, да, мы работаем над авторским материалом, непосредственно я сама пишу стихи, пишу музыку, и мне просто нравится сам процесс написания, нравится создавать. И я опять же повторю, что я делюсь своей историей, соответственно, я проживаю, я знаю то, о чем я пою, я знаю то, что я хочу донести, что я хочу передать. Скажи, пожалуйста, кем ты себя видишь в ближайшем будущем? То есть какие творческие планы на этот и последующие годы? Выпуск альбома, какие-то сольные выступления, концертный тур, быть может быть, почему нет? План у нас грандиозный, мы, конечно же, готовимся к написанию уже альбома, и хотелось бы поскорее уже этот процесс у нас идет, как бы, но альбом это, наверное, на самом деле очень серьезное такое деяние, которому нужно подходить очень долго и качественно, потому что, ну, нельзя просто взять и набросать много-много разных песен, чтобы каждая песня что-то передавала. Вот, а так, конечно, много выступлений, и повторю, что Big Love Show для меня это первое такое масштабное, глобальное выступление, где мы готовим очень потрясающий номер, вот, поэтому я очень надеюсь, что вы будете смотреть на нас и... Расскажи нам хоть немного эксклюзива, Диана. Нет, нет. Это что-то будет? Ты будешь из рояля выпрыгивать. Нет, рояль мы не будем, рояль уже был, поэтому... Мне кажется, сверху... Но это будет правда, это... Это феерично будет. Это будет феерично, это будет запоминающееся, я уверена, и... Ну, нужно смотреть будет, я не буду делиться с вами. Хорошо, приходите, покупайте билеты, где это будет проходить? В Олимпийском, правильно? Это будет проходить в Олимпийском. Порткомплекс Олимпийский 11 февраля в Москве, а в Петербурге? 10-го и... Я, по-моему, еще в Екатеринбурге. Да, 12-го. Участвуют три города-миллионника, Санкт-Петербург, Москва и Екатеринбург, так что приходите во всех трех городах. Мы обязательно, конечно. Вы сможете увидеть в компании других артистов нашей страны. Скажи, пожалуйста, такой вопрос... Мне прям так нравится, я сегодня прям уже в прямой эфир выходили. В прямой эфир, популярные социальные сети выходили и вот писали, какая у тебя красивая, действительно, рубашка. Дианочка, скажи, пожалуйста, вопрос такой, песня, которая вот, лав, написана, кем снят клип, как это вообще снималось, можно немножко рассказать об этом? Конечно, мы снимали этот клип на берегу Атлантического океана. Это волшебная атмосфера. И я повторяюсь каждый раз, наверное, что я влюблена в это место. И именно благодаря тому, что это было снято там, получилось-то настроение. Я тебя прерву, потому что у нас звонок в прямом эфире от наших телезрителей. Мы очень рады. Здравствуйте, мы вас слушаем, приветствуем вас. Как вас зовут? Откуда вы звоните? Алло, здравствуйте, меня зовут Полина. Хотела бы узнать по поводу клипа, который всем недавно вышел с участием Паралимпийцев. Спасибо вам большое за такую работу. Хотелось бы узнать, как пришла эта идея. Спасибо большое. Мы, кстати, обязательно, Полиночка, покажем этот клип через несколько минут. Следите за нашим эфиром. Дианочка, ну да, давай немножко от клипа лав ответим на вопрос нашей телезрительницы. Хорошо, давайте поделимся. Песня написана мной. Идея клипа полностью принадлежит моему папе. Это что я ему очень благодарна. Он просто позвонил и рассказал мне эту идею. Я поняла, что это в точку. Учитывая, какая серьезная в этом году была ситуация. Не в этом году, а уже в прошлом году ситуация. Совершенно несправедливейшая. И ты решила как-то откликнуться на это. Выразить свое какое-то. Да, но и помимо этого все-таки хотелось обратить внимание на людей с ограниченными возможностями. И показать остальным, что, наверное, это те самые сильные люди, которые нас окружают. И стоит брать пример с них. Все-таки сила воли, сила, как они живут. Для меня это, правда, пример для подражания. Давайте, друзья, не будем тогда откладывать. И прямо сейчас посмотрим клип Дианы Ди «Дыши». Дорогие друзья, вы в прямом эфире на телеканале Юморбокс. Только что мы посмотрели клип певицы Дианы Ди на песню «Дыши». И вот Диана как раз рассказывала перед этим о том, что этот клип посвящен параолимпийцам. Он снят именно, вообще глобально подразумевался изначально на эту тематику. Кто придумал эту идею Дианин папа. Благодарим вас. Огромный вам привет и уважение. Вы воспитали замечательную дочь. Дианочка, расскажи нам, у нас остается не так много времени. Еще очень важная вещь. Где можно найти тебя в социальных сетях, если кто-то хочет начать общение, или посмотреть новые публикации из твоей жизни, услышать какие-то новинки твоего творчества, где это все можно посмотреть? Да, конечно, у нас есть официальный сайт, это dianadi.ru, очень просто его найти. Я веду свой инстаграм, где тоже постоянно пишу о том, где, когда, во сколько, что мы будем делать, новые песни, новые видео, все-все. Также канал на ютубе тоже, и все. Очень просто найти Диана Ди, вбиваете и находите. Сейчас в этом вообще проблемы нет. Скажи, пожалуйста, что бы тебе хотелось сказать прямо сейчас, прямо в эфире, именно своему зрителю, который любит, слушает и ждет от тебя больших творческих успехов, может обратиться к каким-то конкретным людям? Я просто хочу сказать огромное спасибо за то, что вы слушаете мою музыку, и если вам это нравится, мне очень приятно. А вообще, хочу пожелать просто больше мечтать и верить в то, что все мечты обязательно сбудутся. Дианушка, все твои мечты обязательно сбудутся. Мы ждем выхода альбома, готовы, будем пригласить тебя и поговорить об этом еще вновь, более подробно. Пока вот два потрясающих клипа, друзья, третий клип Дианы Ди на очереди. Мы покажем его прямо сейчас, через несколько минут. Это была программа «Маленькая пятница». Сегодня 1 февраля. Мы говорили о любви, творчестве и вдохновении. У меня сегодня были две потрясающие гости. Журналистка и телеведущая Лена Николаева, певица, молодая, талантливая Диана Ди. Запомните это имя, вы о нем обязательно еще услышите. А многие уже слышали, знают и любят. А это самое главное. Прямо сейчас смотрим видео от меня на тебя, певица Диана Ди. А я вам желаю всего самого доброго. Пусть ваша пятница поскорее настанет, а с ней долгожданные выходные. Это была программа «Маленькая пятница». Увидимся в следующей среде. Пока-пока. Спасибо. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!